...объединений в Красноярском крае. Сегодня в фокусе внимания у нас предметная область, история и общество знания. Тема сегодняшнего вебинара звучит следующим образом. Региональное сетевое методическое сообщество по предмету история и общество знания. Ну и прежде чем представить своих коллег-докладчиков, я сделаю напоминание технического плана. Уважаемые коллеги, во вкладке «Общий чат» мы пишем все вопросы, касающиеся технического плана, общие вопросы, вопросы приветствия. Во вкладке «Вопросы» мы просим вас писать вопросы по содержанию вебинара. Также хочу вам напомнить, что все материалы сегодняшнего вебинара будут доступны на сайте ipk.ru в разделе «Вебинары» в материалах сегодняшнего вебинара. Материалы – это презентация, запись вебинара, вы можете взять именно там. Также, уважаемые коллеги, напоминаю, вот сейчас перед вами открыто окно файлы, в котором вы видите форму листа регистрации. Данную форму необходимо скачать, после чего вы заполняете эту форму, вносите всех участников, которые сегодня присутствуют на вебинаре вместе с вами, и отправляете ее на адрес организатора вебинаров, вебинар собакокик.ru, который сейчас видите на слайде. По ходу вебинара можете отправлять заполненную форму, также мы ждем по окончанию вебинара в течение часа еще заполненную форму. Эту информацию просим не игнорировать и скачивать, и заполнять форму. Итак, сегодня, уважаемые коллеги, с нами работает докладчик Зилова Ольга Григорьевна, старший преподаватель кафедры дисциплины общественно-научного цикла и методика их преподавания Красноярского института повышения квалификации. Также осуществляем техническую поддержку Дарья Анатольевна Почкутова, инженер Центра обеспечения информационно-образовательных средств, и Мария Алексеевна Заброденко, инженер Центра обеспечения информационно-образовательных средств Красноярского института повышения квалификации. Также, уважаемые коллеги, напоминаем об предыдущих вебинарах, вебинарах, Сейчас они представлены перед вами на слайде, написаны даты и время, когда будут проводиться следующие вебинары. Ну а сейчас я передаю слово нашему докладчику Ольге Григорьевне Зимовой. Продолжение следует... Буду с такой хрипостой и чуть-чуть подкашливая говорить. Мы продолжаем, наши уважаемые коллеги, работу. Я напоминаю вам, что на предыдущем вебинаре мы говорили о серьезных изменениях в историческом, школьном и историческом образовании, о появившихся нормативных документах, которые подчас даже не состыкуются, которые необходимо будет учителю состыковать между собой. И в связи с этим, чтобы не утонуть в этом потоке информации, не отстать от тех изменений, которые происходят в нашем историческом образовании, мы предложили создать вот такое сетевое методическое объединение учителей истории общества знания. Инициировали этот вопрос уважаемые коллеги, в том числе и на курсах повышения квалификации, когда они говорили о необходимости и возможности поделиться опытом, представить какую-то информацию, обсудить эту информацию, получить отзыв коллег о необходимости создания вот такого места. Но, как видите, мы называем не просто сетевое сообщество, а сетевое объединение. И само название тоже обязывает. Мы должны понимать, что это такое, чем сетевое методическое объединение должно отличаться просто от сетевого сообщества. Или, может быть, ничем. И тогда мы, ну, скажем, принимаем это решение вместе с вами и дальше действуем. Я напоминаю вам, уважаемые коллеги, что на предыдущем вебинаре были поставлены следующие цели создания вот такого сетевого методического объединения. И, конечно же, первый вопрос, который я хотела бы задать, я бы, конечно, хотела задать вопрос о том, насколько достаточно, так сказать, этих целей. Ну, кстати, отмечу чисто технически, уважаемые коллеги, для тех, кто отсутствует сейчас и не участвует в вебинаре, но хотел бы также повлиять и активно участвовать в создании сетевого методического объединения, они могут выйти на сайт «Дистанционное обучение Красноярье», там есть такая аннотация, сетевые сообщества, направление, куда можно пройти. Ну, и для этого нужно только зарегистрироваться. Но многие из вас участвовали уже в каких-то курсах повышения квалификации, ну, в том числе в качестве экспертов, поэтому они имеют уже такую регистрацию, могут выйти свободно. Поэтому, если сейчас нет такой возможности, но, повторяю, возникнет интерес и желание, то коллеги могут выйти, зарегистрироваться, либо просто пройти по своей регистрации в это сетевое сообщество, ответить на вопросы, оставить свои пожелания. Уважаемые коллеги, мы только, собственно говоря, стали создавать, поэтому без опоры на ваше мнение, консолидированное мнение, я определить как бы основные направления и содержание работы этого методического объединения не могу. Поэтому призываю очень активно подключиться и ответить на вопросы. Для этого мне девушки помогут. Мы создаем такую интерактивную систему голосования. Чтобы у нас наглядно было видно, коллеги мне открыли такую вот возможность. Кстати, возможность проводить вот такой опрос, обсуждение интерактивное у нас, как видите, с вами присутствует. И мы можем очень быстро собрать такое консолидированное мнение и принять решение по ключевым вопросам развития исторического общественного образования в Красноярском крае. Я попрошу вас, уважаемые коллеги, присутствующих на вебинаре, пожалуйста, сейчас активно поучаствовать и ответить на вот эти предлагаемые вопросы присутствующих. Потому что первый шаг, который мы будем делать по наполнению содержания и формированию вот этого сетевого объединения, мы как раз будем опираться на вот ваше голосование. И первый вопрос, с которым я обращаюсь к вам, согласны ли вы с целями сетевого объединения? Что бы вы хотели изменить или дополнить цели сетевого объединения по истории общества знания? Прошу, пожалуйста, включиться в голосование и вопрос. Если что-то, коллеги, непонятно, то задавайте вопросы в чате. Мы сможем направить, отрегулировать. Вижу, уже пошли ответы. Уже пошли ответы. Но только один. Коллеги, у меня большая просьба, время несколько ограничено, поэтому активнее принимайте, пожалуйста, участие, чтобы нам вот все-таки не на пустом месте начинать строительство вот этого сетевого методического объединения. Аудитория 208 почему-то молчит. Института повышения квалификации. Коллеги, а дополнительно ответить, что бы вы хотели изменить или дополнить? Такой возможности здесь есть? Это в чате, да? Коллеги, у меня большая просьба. Вторая часть вопроса, что бы вы хотели изменить или дополнить в целях сетевого объединения по истории обществознания, пожалуйста, вот эти дополнения вы отправляйте в чат. Отправляйте в чат, и мы, безусловно, постараемся это учесть. Отправляйте в чат, и мы, безусловно, постараемся это учесть. Технически это не сложно, это нормально? Не сложно, да? То есть нормально можно это делать. Но почему-то не отвечают. А, с ними согласна. В чате отвечают. Вижу. Отвечают в чате. Ага. Так, спасибо. Так, коллеги, второй вопрос. Второй вопрос, он более, ну, скажем, наверное, творческий. Он более творческий, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы тоже в чате написали ваши предложения. Да, и здесь же можно, да? И здесь же можно тоже писать предложения. Название и символики сетевого объединения. Так, чтобы, ну, как-то выделялись и от других таких сетевых объединений. И могли позиционировать себя каким-то образом в регионе. Мое предложение, ну, честно говоря, для меня сложилось определенное название еще со времен ИСТФАКа. Я бы назвала, дала бы такое название, как Геродот этому сетевому объединению, не знаю, как с символикой, здесь еще не определилось. Но вот с названием, да. Поэтому, уважаемые коллеги, вы можете отнестись к моему названию, можете предложить свои собственные названия. Свои собственные названия. Так, опять из восьми, из восемнадцати закончили. Сложно, нет? Так, аудитория 208 совсем не закончила. Да. Так, ну, я вижу коллеги в чате. Можно обсудить на форуме в сетевом сообществе. Так, слышу. Да, слышу. Так, в сетевом сообществе. Но, если какие-то вот такие предложения есть и сразу же есть вот они, может быть, кто-то уже назвал бы эти предложения, чтобы, по крайней мере, мы их могли уже выставить в сетевом сообществе для того, чтобы люди относились к этим названиям. Так, а если следующий вопрос, то это надо как-то нажимать или опять закрывать? Да, нет, нет, там все есть. Спасибо, спасибо. Все понятно. Так, ну что ж, уважаемые коллеги. Пока я не вижу предложений. Так, Бородину. Так, символику можно обсудить. Ну, кроме того, что это можно обсудить на форуме в сетевом сообществе. Тогда у меня следующий вопрос. Видите ли вы разницу между сетевым объединением и сетевым сообществом? Видите ли вы такую разницу с вашей точки зрения? Мне кажется, уважаемые коллеги, по аналогии с таким очным методическим объединением, о котором, ну, как бы, к которому мы с вами привычны. Это более такая формально организованная структура, которая предполагает, ну, какие-то планы, планы работы, утвержденные на определенный промежуток времени. Стоит ли идти в этом направлении, либо то сетевое сообщество, о котором мы говорим, оно может быть таким более свободным. Так. Разницу видим в сетевом сообществе, может быть несколько сетевых объединений. Отлично. Несколько сетевых объединений. Хорошо. Итак, мы видим, разница в масштабах, разница в масштабах, я согласна, могут быть организованы сетевые объединения по направлениям работы, вокруг работы каких-то проектов, и в этом отношении я тоже с коллегами соглашусь. Все-таки к моему вопросу. Более, вот это сетевое объединение, должно ли планировать работу, должно ли намечать какие-то на определенный срок, какие-то вопросы, которые будут обязательно обсуждаться, решаться, работа, которая будет выполняться на этом сетевом объединении. Либо, уважаемые коллеги, мы даем, ну, скажем, больше свободы в работе этого сетевого объединения. И больше, так сказать, инициативы. Следующий вопрос, который мне хотелось бы инициировать, очень важный вопрос. Когда я смотрела те инновации, которые происходят в историческом образовании, я для себя выделила определенные приоритеты, которые необходимо обсуждать. Это единый государственный экзамен, региональное содержание исторического образования, учебно-методические комплексы по предметам, концептуальные нормативные документы, которые появляются, концепции которых появляются, которые необходимо обсуждать, включаться в это обсуждение, возможно, делать какие-то предложения. В связи с этим, уважаемые коллеги, мне бы хотелось опять-таки вернуться к вопросам. Какие направления, важные вопросы, которые вы считаете очень актуальными, вы могли бы дополнить к этому списку? Для работы вот сетевого объединения предложить. Может быть, не только содержательные вот такого рода направления. Коллеги, мне передают вопросы. Когда мы завершим основную часть вебинара, я постараюсь обязательно вернуться к вашим вопросам, постараюсь вернуться к вашим вопросам и ответить на эти вопросы, насколько смогу, насколько позволит время. Итак, какие направления вы можете предложить для работы сетевого объединения? Я вот уже увидела, коллеги написали, по рабочим, например, рабочей программы. Какие-то возникают вопросы, и это направление нужно актуализировать. Так, чат вижу. Так, вижу. Работа по нормативной базе. Так, проектная деятельность вижу. Вижу, вижу ГИА, государственная итоговая аттестация, вижу. Так, текущие проблемы, вопросы. Что вы понимаете в текущих, под текущими проблемами и вопросами? Можно ли конкретизировать? Вижу, что появляется следующее направление, это краеведение. Краеведение. С моей точки зрения, это очень важный, уважаемые коллеги, вопрос. Почему? Потому что региональный компонент не присутствует во ВГОС. И именно поэтому нам необходимо самим определить место вот этого регионального содержания, потому что примерная программа требует наличия этого регионального содержания. И результаты освоения программы также требуют знания регионального содержания. Ну, я уж не говорю, а вообще, собственно говоря, о формировании необходимости формирования идентичности. И поэтому вопрос, где, через что, на уроке, через что, учитывая, что должно быть синхронно-параллельное преподавание истории, во внеурочное время где, в части формируемые образовательным учреждением, где существует возможность использовать вот это региональное содержание, организовывать вот эту работу с региональным содержанием, заниматься краеведением, с тем, чтобы, ну, имея такой большой край, мы, ребята, осознавали принадлежность к этому большому краю, чтобы чувствовали себя гражданами этого края. К сожалению, проблема сейчас очень серьезная стоит. Ребята у нас не основателей, не дата основания своих населенных пунктов, не название не могут, происхождение названия не могут определить. Это, так сказать, на уровне элементарном. На уровне элементарном. Так, работа, так, по краеведению, спасибо. Подготовка к итоговой аттестации, материалы по итоговой аттестации. Это существенно, уважаемые коллеги, я согласна с этим, потому что будет новый профессиональный стандарт, и поэтому, естественно, требования, в том числе к аттестации, они меняются. И нам необходимо их учитывать. Безусловно, мои знания и возможности, наверное, могли бы быть дополнены опытом и практиком других образовательных учреждений, которые развивались как пилотные площадки, опробировали этот материал и могут поделиться вот этой работой. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Я попрошу вас, пожалуйста, если возникнут еще дополнения, если возникнут еще какие-то интересные для вас направления работы, тематика важная, нужная, я попрошу, пожалуйста, зафиксируйте, в том числе и выйдя в сетевое объединение. Безусловно, обсуждение этих вопросов мы еще продолжим. Я соберу, аккумулирую все результаты нашего с вами обсуждения с тем, чтобы максимально учесть эти пожелания и сформировать направление нашей работы. Ну и, наконец, следующий вопрос. Так, ну, на какой срок? Собственно говоря, я попыталась задать этот вопрос. Нужно ли планировать деятельность сетевого объединения и на какой срок? Либо это все-таки будет более свободная деятельность, уважаемые коллеги. А, олимпиады вижу. Олимпиады, подготовка к олимпиадам, методическая помощь вижу. Обязательно. Очень важная тема, нужная тема. Если, коллеги, предложения, вопросы, которые нужно обсудить, понятно, что запускать будем последовательно, но которые нужно обсудить буквально в ближайшее время, с вашей точки зрения. Обсудить, представить, может быть, выставить какое-то содержание. Есть ли такой вопрос? Да, можно закрыть. Итак, коллеги. Ответы на вопросы в интерактивной форме мы завершили. Но мы только инициировали этот процесс. И вы, повторяю, можете поучаствовать на сайте дистанционное обучение Красноярья в сетевом объединении. Место, которое отведено под сетевое объединение по истории общества знанию. Если вдруг возникнут какие-то проблемы с выходом в это сетевое объединение, я попрошу, обращайтесь по электронной почте. Можете позвонить мне. Контакты будут указаны в конце презентации. В конце презентации. Итак, я обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, что появилось предложение в ближайшее время обсудить переход на линейную систему. Это участники конференции, которая проходит параллельно конференции учителей истории общества знания. Проходит в Институте повышения квалификации. Коллеги предложили как раз вот обсудить, как текущий вопрос, это переход на линейную систему в ближайшее время. И второй вопрос, который предлагают коллеги, это возможно ли силами ИПК к началу учебного года подготовить для учителей методические рекомендации по преподаванию предмета. Но я бы предложила здесь не только силами ИПК методические рекомендации подготовить. Почему? Потому что здесь необходимо согласовывать многие позиции нам с вами. И ваши методические рекомендации постараемся подготовить, учитывая, естественно, определенные интересы, ключевые вопросы. Но тогда мне бы хотелось, чтобы вы высказали в сетевом объединении еще пожелания, каких вопросов должны касаться методические рекомендации. Если мы говорим переход на линейную систему, конкретно, конкретизируйте, пожалуйста, создайте такие вот подвопросы, по которым мы должны составить такие методические рекомендации. Какие конкретно шаги вас интересуют? Какая помощь конкретная, по каким направлениям вопросов вас интересует? Так, это вот результаты, да, опроса? Перед вами результаты опроса. Можно уже познакомиться, да, с ними? Ответки. Так, нет. Нет. Это они в деятельность работы с тюрьмой, да. Попутный ответ. Спасибо, уважаемые коллеги. Итак, в результате нашей работы мы увидели с вами уже определенное направление, которым мы отведем отдельные веточки и посвятим время, возможность, дадим возможность обсуждения, постараемся ответить на ваши вопросы по этим вопросам, постараемся выставить определенные материалы, ну и если не развернутые методические рекомендации, то уж, по крайней мере, ответы на какие-то вопросы постараемся обязательно дать. Мне бы хотелось обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, на те инновации, которые также необходимо обсуждать, с которыми необходимо знакомиться. Мы часто возмущаемся тем, что вот эти изменения сыпятся нам на голову, в буквальном смысле слова, и очень часто между различными документами присутствует связь в виде пунктира. На прошлом вебинаре был задан вопрос, который, собственно говоря, и меня, наверное, многих из вас ставят несколько в тупик. Мы этот вопрос уже обсуждаем не первый раз. Может быть, действительно, пока с одной стороны формально готова дать ответ на вопрос, с другой стороны, неформально и логически не понимаю вот той ситуации, которая сложилась. Но в данном случае это к названию предмета, к названию нашего предмета. И только что на конференции мы как раз поставили эту проблему. Возможно, необходимо коллективное письмо федеральные органы, хотя мы обсуждали с представителями Норильска, и Норильск отправлял такой запрос и получил ответ. По стандартам основной школы наш предмет называется «Всеобщая история. История России». И нам предлагают заполнять две отдельные странички, выставлять отдельные отметки в журнале и в итоговый документ «Аттестация ученика» выставлять также две отметки, уважаемые коллеги. Но у меня здесь возникают несколько вот таких вопросов, которые, ну скажем, на перспективу. Дело в том, что мы должны учитывать и другой документ, это историко-культурный стандарт. Историко-культурный стандарт лег в основу программы по историческому образованию, школьно-историческая программа. Историко-культурный стандарт лег в основу, единая концепция МК по истории. В результате вы помните, что вводится линейка. Линейка до 10 класса, и тогда получается история очень интересная. До 9 класса включительно, то есть 19 век, мы, получается, пишем, оформляем два предмета. Два предмета, две странички. Но когда мы берем стандарт средней школы, а это 10 класс, и это 20 век по линейке, то получается у нас в стандарте средней школы предмет называется история. И мне непонятно дальше, а что дальше с этим делать? Мы опять меняем название предмета? В рамках одной линейной структуры. Вот здесь такая вот некая логичность присутствует. Я уж не говорю о том, что это ведет к определенным шагам. Если мы говорим про два предмета, соответственно, это две рабочие программы должно присутствовать. Сегодня мы обсуждаем концепцию, предлагаю, в общем, уже на конференции будем обсуждать концепцию УМК по всеобщей истории. И опять возникает вопрос, почему? Потому что в этой концепции наш предмет называется история, а не всеобщая история, история России. И опять-таки необходимо относиться, что с этим делать. Вот поэтому вроде бы принимаются такие ключевые документы нормативные, которые определяют нашу деятельность, но связь между ними такая пунктирная. И намечаются очень серьезные противоречия, уважаемые коллеги. Ну, для нас вот даже самое, не то что содержательное, а первоначальное уже противоречие, это, собственно говоря, о том, как называется наш предмет. В рамках концепции УМК там говорится, что предмет история, и в рамках предмета история два курса. Всеобщая история и история России. Вот, к сожалению, вот это мое восклицание к названию предмета для меня пока остается таким восклицанием. На конференции я предложила составить вот такое коллективное обращение письмо федеральной органы с тем, чтобы нам все-таки разъяснили, хорошо, если мы сейчас заполняем две страницы и программа, в дальнейшем что делать, что делать с десятым классом, что делать с названием предмета дальше. Нужно ли будет потом переходить опять к одной странице, ну и так далее, и так далее. Вот это остается очень серьезным вопросом. Я бы хотела анонсировать несколько и обратить внимание еще на одну проблему, не то что проблему, а тот документ, который появляется у нас, это концепция УМК по всеобщей истории. Не игнорируйте его, уважаемые коллеги. Почему? Потому что концепция обсуждается, и пока есть возможность, можно внести какие-то дополнения, убрать какие-то противоречия, потому что вот вы видите, обратите внимание на то, что в том числе наше, так сказать, неучастие и ожидание каких-то решений сверху приводит к тому, что появляются какие-то несогласованности, неясности для нас с вами. Не лучше ли эти несогласованности, неясности разрешить все-таки на моменте обсуждения на сайте общественной экспертизы. Я постараюсь ссылочку на вот этот ресурс выставить также в методическом объединении и предлагаю там тоже активно поучаствовать. Я, анонсируя вот эту концепцию УМК, обращаю ваше внимание на то, что, безусловно, историческая наука не стоит на месте. Безусловно, происходит серьезное обновление этой исторической науки. И открытия, в том числе и в археологии, они приводят к тому, что меняется периодизация, появляется, становится востребованной какая-то новая терминология, актуализируются личности, исторические личности, которые не были до этого востребованы. Именно поэтому очень важно отнестись к единой концепции УМК по всеобщей истории, обратить внимание на вот те изменения, о которых нам говорит эта концепция, и учитывать в системе преподавания. Почему я так очень настаиваю на этом? Потому что уже в этом году, уважаемые коллеги, при подготовке к ЕГЭ вы обратили внимание, что в спецификации, в нормативном документе, который определяет контрольно-измерительные материалы, содержание контрольно-измерительных материалов, было указано, что эти контрольно-измерительные материалы составляются в том числе и с учетом историко-культурного стандарта. С учетом историко-культурного стандарта. Поэтому эти документы, знакомство с этими документами для нас является важным, обязательным уже на этапе проекта. Уже на этапе проекта. С тем, чтобы мы могли внести какие-то изменения, чтобы мы понимали суть того разговора, тех нововведений, которые заложены в этих документах. Обратите внимание, как вы видите, продлили сроки существования, по крайней мере, первую дату. Мы все время отталкивались от двух миллионов лет. Сейчас здесь два с половиной миллиона лет. Если говорить о концепции ОМК по истории Отечества, вы обратили внимание, что там тоже исчезли очень многие понятия, названия периодов. И изменились названия периодов. Например, нет такого этапа Котиевская Русь, но название этапа теперь Древнее государство. Нет такого периода, как раздробленность. И вообще такого понятия, как раздробленность, нет. А есть такой термин, как образование независимых государств. Если мы посмотрим по ОМК, по всеобщей истории, то, уважаемые коллеги, мы видим, что историческая наука нам также дает определенные инновации. Ну, например, ну, в общем, принята уже многолинейность эволюции человека, как вида. Не выстраивается уже такая линейная концепция перехода от одного этапа к другому. А принимается параллельное существование многих таких предшественников человека. Мне бы хотелось обратить ваше внимание на следующий момент. на то, что термин «феодализм» используется теперь достаточно условно и только для, в плане, наверное, экономическом и для европейской части. В остальном же термин «феодализм» не прилагается к другим регионам, другим регионам земного шара. Я бы обратила ваше внимание на то, что в концепции очень важное внимание уделено роли Великой Степи, как такому интегрирующему механизму между различными народами. И, естественно, о таком явлении, как великое переселение на народа и его очень серьезном таком влиянии на образование такого своего рода синтеза, такого диалога культур и то, что великое переселение заложило как раз основу для образования новых цивилизаций. Я обращаю ваше внимание на то, что ушел такой термин, как, например, «сословно-представительная монархия», уважаемые коллеги. И говорят о том, что представительная монархия была, но термин «сословно» сужает возможность этих представлений. Были представители не только сословий, но и отдельных территорий, отдельных корпораций. И поэтому это вводится в несколько иное понятие. Я бы обратила ваше внимание, уважаемые коллеги, что период несколько по-другому воспринимается. И, в общем-то, вообще теория отходит от такого понятия, как абсолютизм. И я обращаю ваше внимание, что появляется такой термин, например, как «новая монархия». «Новая монархия» — это термин предпочтительней. Почему? Потому что считается, что абсолютизм, вернее, государство на уровне новой истории, оно не так была абсолютизирована власть. И что различные корпорации, слои населения, они все-таки имели определенные права и возможность влияния на эту власть. Поэтому в концепции происходит отход от такого термина, как абсолютизм. Уважаемые коллеги, в связи с этим мне бы хотелось еще раз актуализировать тот вопрос, о котором я говорила. Вы видите, как по истории России, так и по всеобщей истории документы меняют какие-то подходы, появляется какая-то новая терминология, идет акцент на личности определенные. Поэтому вот просто востребовано обсуждение. Я постаралась уже выставить этот материал. Свою презентацию я также выставлю в сетевом объединении. В сетевом объединении можно будет посмотреть подробно, поработать. Более того, у нас приготовлена для конференции более такая подробная презентация по концепции УМКА. И эту презентацию мы также выставим в этом сетевом объединении. Вопросы какие-то, если что-то непонятно, какие-то комментарии, вы сможете уже оставить на как раз страничке сетевого объединения, уважаемые коллеги. Повторяю еще раз. Вот перед вами как раз адрес вы видите, moodle.kpk.ru, по которому можете пройти. Можете через сайт ИПК пройти, быстрые ссылки, если вдруг забудете адрес. Выйдите на сайт ИПК и справа у вас будет сносочка, быстрые ссылки. Вы можете зайти и быстро попасть на этот сайт. Сайт дистанционного обучения Красноялья, уважаемые коллеги. Повторяю, мы не завершили обсуждение вопросов. Если у вас будут какие-то дополнения, вы можете как раз оставлять это на этом сайте. Ну и первое обсуждение, которое мы инициируем, это, конечно, по концепциям. По концепциям ОМК, по истории России и по всеобщей истории. Презентации также будут выставлены на сайте методического объединения, сетевого методического объединения. И, уважаемые коллеги, мне бы не хотелось быть единственным воином на поле боя. Мне бы хотелось, чтобы мы активно участвовали, поэтому я прямо очень жду ваших ответов, ваших предложений. Более того, уважаемые коллеги, вы можете инициировать проекты в целях сетевого объединения, это сформулировано, делать интерактивную ссылку с тем, чтобы коллеги могли выходить на ваши ресурсы и активно участвовать в том числе и в ваших проектах, в ваших предложениях. И тогда мы действительно будем сетевым объединением. Почему? Потому что в рамке вот этого сетевого объединения будет объединяться несколько сетевых сообществ и будет возможность крутиться многим, многим проектам, интересным проектам. Еще одна идея, которую мы сейчас озвучиваем, над которой мы работаем, поскольку проблема существует серьезно с региональным содержанием, то мы решили разработать такие универсальные задачи, которые можно было бы использовать, но при этом к этим задачам подготовить ресурс, шкалу оценивания, критерии оценивания, либо модельный ответ. И я предлагаю, уважаемые коллеги, чтобы эти задачи были тоже интересны и востребованы вами, ваши предложения высказывать, может быть, обратить наше внимание на какой-то интересный ресурс, который есть, естественно, за вашими авторскими правами. За вашими авторскими правами. Но мне кажется, именно совместная работа может сделать итоговый продукт интересным и востребованным. Но эти задачи мы могли бы включать и использовать не только в рамках урока, но и в рамках, например, каких-то неурочных мероприятий. У нас, например, есть конкурс в городе Красноярске «Родная старина». В рамках элективных курсов использовать этот ресурс. Может быть, мы будем с вами в последующем инициировать какую-то региональную олимпиаду. Это тоже будет, ну, либо турнир. Это будет тоже интересно, мне кажется, и для нас с вами, и для ребят, и для продвижения нашего регионального исторического образования. Таким образом, вот просто, просто прошу подключиться к этой работе. Спасибо за внимание. Ваши вопросы. Так, это вот на это вопрос уже, да? Можно обещать. Так, мы сейчас не используем понятие мангло-тарское эго, только ордынское эго. Вы знаете, в концепции, в самой концепции МК по истории, там не игнорируется это понятие, потому что все-таки вопрос спорный, но это понятие дано в скобках. И фраза звучит так, так называемое, так называемое. Ну, точки зрения разные, мне кажется, ребята тоже должны знать о разных точках зрения, в том числе и точки зрения Гумилева о том, что это был такой, ну, в том числе и военно-политический союз. Так, на сайте в ГОС-регистр программы образили примерный учебный план, один предмет истории России, всеобщая история. Не возникли вопросы у проверяющих органов, если написать историю об очередном плане. Вот, уважаемые коллеги, про это мы и говорили. Вот про это мы и говорили. Когда получили ответ, то, вернее, Норильск получил ответ, я делаю ссылку, я вот это письмо коллеги, спасибо им просто большое, Норильск, если слышит меня, вот просто большое спасибо. Я этот нормативный документ выставлю на, опять-таки, вот этот ресурс сетевого объединения. И в этом документе пишется о том, что рекомендуется заполнять отдельные странички, на каждой страничке писать всеобщая история, история России. Хотя ваш вопрос я тоже понимаю. Почему? Потому что название предмета в стандарте, если быть, так сказать, действительно прагматично точными, он звучит именно так, история России, всеобщая история. И в связи с этим возникает вопрос, почему тогда нужно писать и заполнять различные страницы, а не писать, ну тогда писать на одной странице, история России, всеобщая история. Ну, в общем, вопросов чем дальше, тем больше, уважаемые коллеги. Поэтому я и предложила на конференции написать такое коллективное письмо федерального органа, что мы постараемся обязательно сделать. А пока выставлю тот ресурс, который пришел в ответ на допрос на риск. Как раз сейчас составляю методические рекомендации для учителей района. Возник вопрос. В примерном учебном плане ООО «Учебный предмет История России. Всеобщая история» рабочая программа составляется одна или по отдельности? Спасибо. Уважаемые коллеги, если мы оформляем на отдельных страницах, то, естественно, появляются две рабочие программы по истории России и по всеобщей истории. Так, следующий вопрос. Возможно ли силами ИПК к началу учебного года о методическом реке по преподаванию предмета? Коллеги, уважаемые, я постараюсь это сделать. Я постараюсь это сделать, хотя немножко трудно. У меня вчера родился внук. Да, родился внук. И вы сами понимаете, что как бабушка я хочу использовать свой отпуск по назначению. Но постараюсь все-таки, может быть, не в таком развернутом варианте, но на какие-то конкретные вопросы, в общем, написать рекомендации. Так, следующее. Ольга Григорьевна, учителей города возник вопрос. Сколько часов планируют на всеобщую историю 7-8-9 классов? Уважаемые коллеги, у каждого из вас будет своя линейка. Вы знаете, что три линейки принято. Безусловно, каждая линейка опирается на свой УНК. И каждая линейка имеет свою программу, и они имеют и авторские, и рабочие программы. Поэтому, безусловно, вы на это будете делать акцент. Вообще, в концепции по истории России и в концепции УНК по всеобщей истории, уважаемые коллеги, авторами принято решение уменьшить количество обязательных параграфов и оставить время на обобщающие уроки, на тренинги, на другие типы уроков, а не только на уроки изучения, получения новых знаний. Поэтому, уважаемые коллеги, вам предоставляется определенная свобода в планировании ваших предметов и часов. И это необходимо учитывать. Но традиционно уже принято вот это соотношение 1 к 3, 2 к 3 в пользу истории Отечества. Ну, собственно говоря, авторы учебников, они тоже где-то соблюдают это соотношение. Хотя, повторяю, они уменьшили количество параграфов для того, чтобы дать свободу преподавателям. На сайте в госреестр в программе ООО «Один предмет истории России». Так, ну вот, проверяю, так, это повторяется. Так. Когда и где состоится конференция? Конференция идет сейчас. Конференция идет сейчас. На нее заявлено порядка 90 человек участников. На начало конференции было 70 человек. Сейчас происходит активное обсуждение. В том числе, через отдельную аудиторию они подключены к нашему вебинару. Результаты этой конференции, этого обсуждения, я также выставлю в нашем ресурсе в сетевом объединении. Вот, вот. Есть ли еще вопросы? Есть ли еще вопросы? Что еще? Здесь? Вопросы. Так, вопросы. Будет ли единый учебник по истории? Коллеги, единого учебника по истории не будет. Есть единая концепция учебника. Единая концепция по истории России уже есть. Она принята, она составлена на основе историко-культурного стандарта. И, собственно говоря, на основе этой концепции разработаны три линейки. Первая линейка – это объединенная группа Дрофа, Вентонограф, Острель, как они теперь называются. Ну, Дрофинская линейка. Вот, вторая линейка – это просвещение. И третья линейка – это русское слово. Это те линейки, которые прошли вот эту экспертизу на основе вот этой концепции. Теперь, уважаемые коллеги, разрабатывается проект, разработан, вернее, не разрабатывается, разработан проект, анонс которого я вам сделала по УМК, концепции УМК по всеобщей истории. И на основании этого, этой концепции также будет, пройдет экспертиза учебника и будут отобраны несколько линейок УМК по всеобщей истории. За этим нужно тоже следить, уважаемые коллеги. Кстати, концепция УМК, она содержит определенные требования к современному УМК. И это тоже одна из проблем, очень серьезная, которую требуется обсуждать, в том числе и с администрацией. Почему? Потому что концепция предполагает развернутую УМК для учителя. И учебник позиционируется как учебник-навигатор в этом УМК и в открытом информационном пространстве. И для этого нужно иметь в образовательном учреждении не только учебник. Не только учебник. Я знаю, что министерство обеспечивает нас учебниками либо на печатной основе, либо электронными. Уважаемые коллеги, у УМК, остальной перечень у УМК, это безусловно за образовательным учреждением. Но в библиотеке, я думаю, что такой перечень должен быть. Если мы говорим о точках зрения, об исследовании историческом, то, конечно, должны быть и рассказы по истории, и хрестоматии по истории. И это все должно быть в наличии. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо большое. Я все-таки возвращаюсь к той картинке, которую я показала в предыдущей презентации на предыдущем вебинаре. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому понятно, что жить в условиях перемен – это очень сложно, но в то же время интересно. Меняется историческое образование, оно не может не меняться. Мне кажется, это даже результат развития науки исторической. И мы должны быть на уровне, это требование нашего уже профессионального стандарта. Именно поэтому, наверное, нужно искать такие площадки, участвовать в разных площадках для обсуждения каких-то вопросов, для того, чтобы прояснить для себя, найти ответы на какие-то вопросы. Может быть, инициировать обсуждения и, соответственно, внести свой вклад в развитие исторического образования. Ну вот, призываю к сотрудничеству, потому что это единственная основа, которая позволяет держаться на плаву. Хочешь стоять на месте – беги. Спасибо за внимание. Счастливо. На этом основная содержательная часть вебинара подошла к концу. Также хочу напомнить еще раз о том, что все материалы сегодняшнего вебинара будут доступны на сайте pkkit.ru в разделе «Вебинары» в материалах сегодняшнего вебинара. Также напоминаю вам, что необходимо в окне файла сейчас скачать форму листа регистрации, кто это еще не сделал, и в данной форме внести всех участников, которые присутствовали на сегодняшнем вебинаре. Форму необходимо отправить на адрес организатора вебинаров вебинар-собака-tipk.ru. Сейчас мы еще раз продублируем данный электронный адрес в общем чате. Коллеги, ждем заполненную форму в течение часа. Поэтому, пожалуйста, побыстрее, поактивнее скачивайте лист регистрации и заполняйте. Не забывайте про коллег, которые сегодня были с вами, вносите их данные тоже в эту форму. Заполняйте все указанные там поля. Ну, мы завершаем. Поэтому, уважаемые коллеги, спасибо, что присутствовали на сегодняшнем вебинаре. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...